Такого мы еще не видели. Первый суперкубок страны по смешанному боевому единоборству проходит в Кеймерове. Чуденые страны, обладатели Кубка России, включаются на ринге Куберского центра спорта Кузбасс. Что особенно приятно местному зрителю, есть для того болеть. Прямо сейчас за право стать лучшим в категории до 84 килограммов поборется кеймеровщанин Дмитрий Лазурин. И он уже готов выйти на ринг. Против Димы москвич Гаджимурат Хиромагомедов. Десять минут двух раундов, как на качелях. И до последнего не ясно, кто же возьмет суперкубок. Судья единогласный, обладатель трофея, гость из Москвы. Как планировал, так и подрался. Я знал, что я буду так конец и подраться. И что он тоже будет прорезать. Наши люди встречаются с нами на Кубке России. Выигрывали. Кроме Кубка в руках победителя в весовой категории до 84 килограммов, сертификат на дорогой во всех отношениях подарок. Специально для москвича ювелирная компания изготовит именной перстень чемпиона. Состав белое золото, бриллиант в один карат, 55 сапфиров и столько же рубинов. Такие получат все обладатели суперкубка по смешанному единоборству. Но перстень с номером 001 уже изготовили. Его получил легендарный боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Шикарный подарок ему вручили прямо на ринге губернского центра спорта «Кузбасс». Но перстень чемпиона 001 отправился не на полку в доме Емельяненко, а в музей Союза ММА России. В отличие от Емельяненко, все чемпионы турнира именные перстни оставят на память себе. Кубковые трофеи разыграли в четырех категориях от 66 до 84 килограммов. Помимо боев за суперкубок, в этот же вечер для забитых под завязку трибун рейтинговые поединки. И здесь сразу три победы за кузбассовцами. Тимофеем Настюхиным, Андреем Кошкиным и Ильей Щегловым. Илья Щеглов! Суперкубок страны по смешанному боевому единоборству стал первым в истории Союза ММА России. Этой организации чуть больше полутора лет. Сейчас она включает в себя 72 спортивные федерации по всей стране. Перед визитом в Кемерово руководители этих федераций встретились в Новосибирске и обсудили перспективы развития смешанных боевых единоборств. Ведь под эгидой Союза ММА России занимаются любители. Об олимпийской медали этим бойцам мечтать не приходится. Но вершина в данной дисциплине есть. Знаете, у гладиатора, чтобы тебя любила публика, аудитория. Я думаю, что это самая большая награда для бойцов быть лучшими. Сам турнир, сама аудитория очень мне понравилась. Все так поддерживали, естественно, своих земляков. Это очень важная поддержка. И, как сказать, вот эти вот новые звездочки, которые сегодня здесь загорелись, у них реально большая перспектива. И самое главное, что они дают пример многим ребятам, молодежам, которые могут сегодня пойти в зал и заниматься. То есть они становятся их кумирами. Понятно, что этот турнир – первая проба. Что в будущем весовых категорий, соответственно, участников станет больше. Но то, что ясно уже сейчас, Суперкубок станет традиционным. И организаторы не исключают возможности, что бойцовский праздник еще раз приедет в Кемерово. Анна Печенегова, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города.